Всем привет! Сегодня полезное видео на тему, как же можно поставить пароль на приложение. При этом можно сделать даже разные пароли на разные приложения. Допустим, смотрите, на сообщение у нас идет пин-код, а на галерею у нас идет графический ключ. Итак, сделать это очень просто. Далее расскажу, как. Для того, чтобы это все у нас заработало, идем в Play Market. Естественно, у нас должен быть подключен интернет, должен быть аккаунт Google. Если у вас его нет, как создать его, читайте описание. Набираем вот такую вот надпись Uplog. И смотрим, нам нужен именно Uplog от этой фирмы. Так как мы его уже тестировали, вот такая вот здесь заставка. Нажимаем установить и ждем, пока приложение установится. Приложение установилось и теперь нажимаем открыть. Сразу во время открытия программа просит нас ввести какой-нибудь пин-код. Ну, давайте введем. Раз, два, три, четыре, нуля. 0, 0, 0, 0, 0. Затем еще раз 0, 0, 0, 0. Продолжаем. У нас открывается вот такое вот сразу окошко. И мы сразу можем указать те приложения, которые у нас будут запаролены. Нажимаем плюсик и выбираем. Мы вам советуем также установить вот здесь вот и здесь галочку. То есть это для того, чтобы нельзя было зайти в настройки. Плюс нельзя будет удалить приложение без пароля. Если вы не поставите эти галочки, то можно с легкостью будет удалить приложение. Итак, далее, допустим, давайте поставим пароль на Chrome и пароль, пароль, допустим, на YouTube. Затем нажимаем плюсик. Даем разрешение программе, чтобы у нас это вообще все работало. Вот она у нас, облог. Ставим галочку. Подтверждаем. 0, 0, 0, 0. Окей. Окей. И еще раз. Так, это уже другое разрешение. Вот здесь облог, чтобы всегда сверху оно у нас было и работало. Это для уведомлений. Смотрите, также разрешаем. Если вам приходят уведомления от вот этих вот приложений, то вы можете заблокировать их, чтобы их не было видно. Смотрите, допустим, вот так вот вы ставите. И приложение получается, когда приходит, то текст там не видно. Давайте, допустим, вот так вот ставим окей. Но для этого нам нужно разрешение. Также ставим вот здесь вот разрешение и разрешаем. То есть теперь, когда придет уведомление, допустим, от Chrome, то его невозможно будет прочитать. Только потом, когда введем пароль. Также можно еще установить вот такое вот фейковое окошко. То есть при запуске приложения у нас появится якобы ошибка. И данное приложение у нас не сможет запуститься. Но мы сможем его запустить, потом нажав кнопку ОК. Сейчас я это все поставлю и продемонстрирую. Так. Да, в принципе, наверное, сейчас пока что все. Сейчас выйду и покажу. Нажимаем на Chrome и просит у нас пароль. Пароль это у нас идет стандартный. И, допустим, при запуске YouTube, смотрите, появляется вот такое вот сообщение, что якобы произошла ошибка. Но если удерживать кнопку ОК, то можно будет ввести пароль. Тот пароль, который мы, естественно, знаем. Раз, два, три, четыре, нуля. Все. И у нас запускается YouTube. Смотрите, что можно сделать дальше. Да, кстати, также мы поставили пароль на настройки. То есть теперь просто так в настройки не зайти. И, соответственно, удалить приложение не получится. Так, заходим еще раз. Теперь покажу, как можно поставить конкретную защиту вообще самого приложения. Ну, давайте пройдемся по настройкам. Заходим в настройки защиты. У нас стоит способ блокировки пин-код. Можно его поменять. Можно установить подсказку на пароль. То есть написать, допустим, день рождения или еще что-то. Подтверждение пароля. Ну и здесь прочие параметры. Мы их выставлять не будем. Вы, если хотите, поставьте настройки приложений. То есть защита приложений. И вот здесь также очень важный пункт сброс защиты. Если вы забудете пароль, пин-код, либо графический ключ от самого приложения. Заходим в него. И смотрите. Стандартный пин-код. Это 7777. Но его можно изменить на электронную почту. Либо же, допустим, вопрос-ответ. После 5 неправильных попыток ввода, ну давайте, например, введем, ну просто, не знаю, просто что-нибудь напишем. И поставим, допустим, 500. Ну не знаю, просто так. Да. И ставим окей. В дальнейшем мы это протестируем. Также ставим защиту от удаления, чтобы нельзя было удалить само вообще приложение. И телефон просит у нас разрешение. Вводим пин-код. Раз, два, три, четыре. И включаем. Теперь у нас данное приложение становится администратором. То есть теперь его не так-то просто будет удалить. Спускаемся чуть пониже. Количество попыток. Отсрочка защиты. Автозапуск службы. Вот этот вот тоже можно пункт поставить после перезагрузки. То есть она у нас будет включаться автоматически и блокироваться. Ну, скорее всего, наверное, и сразу. Опять же, это будет зависеть от мощности телефона. Так. Ну и здесь, наверное, все. Так, возвращаемся. И теперь нам важен вот этот пункт. Еще множество паролей. Заходим в него. И смотрите. Допустим, давайте поставим рисунок на сообщение. Далее. Рисуем еще раз. Далее. И вот здесь вот выбираем то приложение, которое у нас будет блокироваться именно на графический ключ. Так, где у нас здесь приложение? Сообщение. Вот оно. Нажимаем плюсик. Затем назад. Вот оно у нас сохранилось с графическим ключом. Выходим. Смотрим. И можно добавить еще один. Ну, давайте поставим, не знаю, уже другой рисунок. Например, вот такой. Далее, далее. Так, и выбираем приложение, например, галерея. Так, где у нас галерея? Вот галерея. Добавляем. Возвращаемся обратно. Обратно. У нас два разных графических ключа на два приложения. Также можно, в принципе, удаленную защиту включить через смс, ватсап или любой мессенджер. Мы этого пока показывать не будем, но, возможно, в дальнейшем покажем. Итак, выходим из приложения и проверяем. Так, сообщение. Смотрите, у нас просим графический ключ, да? И заходит сообщение на галерею. Также графический ключ, но уже другой. Так, и теперь давайте попробуем, например, смотрите, запускаем. Это у нас ошибка. Несколько раз ведем неправильно. Пять раз нам нужно неправильно ввести, чтобы у нас появился запрос на нашу подсказку. Где мы вводили вопрос-ответ. Вот, смотрите, появляется такое сообщение. Сброс защиты. Забыли пароль. Ставим, да. И вот у нас предлагается ввести ответ. У нас это был ответ 500. Давайте поставим. Окей. И тут же он просит у нас создать новый пин-код. Давайте поставим 9999. И подтверждаем. Все. Соответственно, теперь мы пароль поменяли. Поменяли. И все у нас получилось. Если вы захотите, допустим, удалить какое-то приложение. Так, это у нас не получится. Да, в принципе, сейчас на самом приложении покажу. Смотрите. Если мы захотим его удалить, то приложение у нас попросит пин-код. Также, если вы захотите перезагрузить, то потом защита включится автоматически. И в настройки также мы, получается, без пин-кода уже не зайдем. В принципе, и все. Надеемся, наше видео вам поможет защитить ваше приложение, ваши данные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, если вы знаете какие-то еще крутые программы по защите приложений, оставляйте комментарии. Всем хорошего настроения. Пока-пока. До свидания. Продолжение следует...